МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем. Во время Вьетнамской войны армия США провела уникальную операцию под кодовым названием «Шпинат». Это было испытание климатического оружия в боевых условиях. С помощью особых технологий вызывался сильный ливень, который затруднял действия вьетнамских партизан. ООН вынуждена была принять особую конвенцию, которая запрещала использовать на войне климатическое оружие. Но что, если эти страшные эксперименты продолжаются? И смерч, и ураганы, и погодные аномалии – дело рук человека. Сотни домов затоплены и разрушены. Тысячи пострадавших. Десятки людей погибли. Конец лета 2013 года едва не стал концом света для нескольких регионов России и Украины. Из-за нескончаемых ливней из берегов вышли крупнейшие реки. Режим чрезвычайной ситуации вели на Южном Урале и Дальнем Востоке. В Якутии и Башкирии. В это же время на Запорожье обрушился смерч. А в Новосибирске выпал град размером с куриное яйцо. Вместе с русским Дальним Востоком тонули и приграничные провинции Китая. Очередное стихийное бедствие. Тогда почему природа нанесла подозрительно точечные удары? Человек давно может влиять на погоду. С помощью особых реагентов еще 40 лет назад специалисты могли разгонять тучи или, напротив, вызывать искусственные ливни. Но наука не стоит на месте. Ученые не исключают. Пясть природных катаклизмов минувшего лета – результат тайных испытаний так называемого климатического оружия. Это создание системы оружия, которые позволяют воздействовать на противника посредством природных явлений. Исследования, безусловно, в области этого оружия ведутся в мире. Здесь нельзя это отрицать. Но если это действительно так, зачем тестировать опасное оружие над Сибирью и Дальним Востоком? Или топить Китай? Почему жертвами тайных экспериментов становятся именно эти регионы? Исторически зафиксировано, что одним из первых полигонов по обкатке климатических установок стал Индокитай. В 1963 году ВВС США и ЦРУ начали операцию под кодовым названием «Шпинат». В последующие 9 лет американцы провели более 2,5 тысяч испытаний так называемого «атмосферного оружия». С помощью секретных технологий летчики американской эскадрильи устраивали в джунглях проливные дожди, а затем массовые пожары. С тем, чтобы добиться уничтожения противника посредством формирования различных смерчей, ураганов и тому подобных явлений, которые способны нанести тяжелое поражение. Эксперимент во Вьетнаме официально прекратили только после введения международных санкций. Но если верить историкам спецслужб, разработка атмосферного оружия продолжается. Безусловно, подготовка ведется, ведется осваивание, ведется тестирование, опробирование. Наиболее интенсивно исследования в секретных лабораториях США велись во время Холодной войны. В 1975 году аналитики ЦРУ даже подготовили доклад для президента Джеральда Форда. В послании говорилось, что изменение климата в СССР, Китае и ряде слабо развитых, но потенциально опасных стран даст Америке неограниченную власть. В 90-е годы прошлого столетия Соединенные Штаты запустили проект под названием ХААРП. Один из вариантов перевода этой аббревиатуры – программа исследования ионосферы высокочастотным воздействием. Разработки велись на Аляске. Американские ученые пытались понять, как использовать природные явления в бою. Например, возможно ли с помощью северного сияния вывести из строя системы противовоздушной обороны противника? ХААРП – это разработанный комплекс систем климатического оружия, основанную на разрушении озоновых слоев в атмосфере Земли для создания избыточного давления в выбранной области. Для того, чтобы, соответственно, повышалась температура в каком-то заданном участке местности, понижалась, создавала области высокого давления, которые могут там, соответственно, ураган, смерч образовать. По сообщению американских СМИ, проект ХААРП провалился. Однако доподлинно известно, что США и другие страны продолжают эксперименты с климатом. Но зачем всё это? Неужели правительство тайно готовится к Третьей мировой войне? Эксперты говорят, все предпосылки для этого есть. Страны будут воевать за экологически чистые территории и природные ресурсы. Крупнейшие державы начнут заново перекраивать карту мира. Собственно, вся история 20 века – хроника передела планеты. Первая мировая война была столкновением колониальных держав, которые поделили мир. И вот как раз некоторым державам, Германия, Австралии, колонии не хватило. И вот они, соответственно, пытались себе захватить кусок этих колоний. И вторая мировая война была связана с тем же самым. Конечно, в счете Советский Союз и США вышли в финал. А после этого Великобритания уже рассматривается как непотопляемый авианосец на штатах Америки. Это так называемые часы судного дня. Проект журнала Чикагского университета. В полночь на этих символических часах означает гибель человечества. За этим четко следит Совет директоров журнала, который периодически приглашает экспертов, в частности, лауреатов Нобелевских премий, которые определяют, какова на тот или иной период времени геополитическая ситуация, военно-политическая ситуация во всем мире. И, соответственно, переводят минутную стрелку, ну, чисто символически, естественно, либо чуть-чуть вперед, либо чуть-чуть назад. В 1984-м на этих часах было без трех минут двенадцать. Именно тогда все ждали, что конфликт Советов и США вот-вот перерастет в Третью мировую. Войны не случилось потому, что нашли другие методы и, скажем так, способы. К примеру, тот же Афганистан, Советский Союз, был втянут на территорию этой республики, затрачивал силы и средства. Экономика работала в том направлении военно-промышленный комплекс, людские ресурсы. В итоге в холодном противостоянии победила Америка. Если исходить из того, что было противостояние двух супердержав США и СССР, то, конечно, можно сказать, что в девяносто первом году война закончилась. Потому что СССР развалился, он перестал существовать. Но Россия осталась. И планы по ее развалу тоже. Именно поэтому многие историки уверены. Известная поговорка «хочешь мира, готовься к войне» сегодня снова актуальна, как никогда. Да, Россия сейчас оккупирована колониальная страна. Но это уже у нее в истории было и не раз. И каждый раз из этого дела Россия тоже выходила с прибылью. Иногда можно признать, что для Соединенных Штатов Америки главным врагом сегодня является Россия. В частности, как обладатель полутора тысяч ядерных боеголовок. Вот современная расстановка сил. Мир разделился на несколько основных геополитических альянсов. С одной стороны США. Мировой гегемон со своими трансконтинентальными корпорациями. В лагере Штатов Евросоюз, Япония, Южная Корея. Другой заметный блок Россия и Китай. Сейчас они симпатизируют друг другу. Еще есть и третья сила. Радикально настроенные исламисты. И все блоки преследуют свои, зачастую далеко не мирные, интересы. К началу 21 века политические блоки поделили территории, рынки и сферы влияния. Многие страны и экономики мира подчинила себе Америка. Но это не помогло решить главную проблему. США уже не хватает своих ресурсов. Посмотрите на одну секундочку на сегодняшний мир. Не с позиции России, а с позиции страны-гегемона, страны-автора и субъекта глобализации. Она находится в очень тяжелом кризисе. Понимание уже есть, что надо посредством лапы свои раскидывать в мире. Что нельзя не только установить во всем мире американский порядок, но и управляемый хаос из Америки не очень управляется. И как бы этот хаос тебя не закрестнул. Очевидно, что в глубоком кризисе сегодня не только Америка, говорят экономисты, но и Евросоюз, и многие другие государства. Тогда вопрос, что делать? И видно, что есть два решения. Первое решение – это большая глобальная война. Вы уничтожаете значительную часть произведенных товаров, для того, чтобы появилась возможность вновь создавать товары. Отсюда, собственно говоря, и необходимость в мировых войнах. Четыре противника в основном есть здесь. В ЕС, Россия, Индия и Китай. Россия наиболее вероятный. Эксперты просчитали наиболее вероятный сценарий Третьей мировой. На данный момент развал Евросоюза, падение курса доллара, увеличение цен на нефть. В Иране все-таки находится какое-то химическое или оружие массового поражения. Вот войск. Соответственно, коалиции Североатлантического альянса. Мы пытаемся им помочь. Вводим свои санкции, вводим войска. И понеслось. И тут еще и Северная Корея, видя такое дело, попытается вмешаться. Ну и, соответственно, Китай не останется в стороне. Допустим, в 21 веке Третьей мировой не избежать. Возможные участники известны. Причины на поверхности. Сценарии просчитаны. Но остается открытым финал. У кого больше шансов на победу? И какими возможностями должна обладать держава, чтобы выжить в вероятном глобальном конфликте? Во времена Советского Союза мир трепетал перед ядерным оружием. Сегодня атомные бомбы – это скорее символ устрашения. В реальных боевых условиях они не слишком эффективны. Есть и были, безусловно, проекты о том, чтобы, например, использовать ядерное оружие, например, сбросить ядерную бомбу где-нибудь посередине Тихого океана или Атлантического океана. И возникнет огромное цунами, которое смоет половину Соединенных Штатов и значительной частью Европы потенциальных противников. Хиросима – символ ядерного ужаса. Но современные города сильно отличаются от Японии сороковых. Сегодняшние мегаполисы вполне способны выдержать ядерные удары. Как считают конспирологи, именно поэтому крупные державы, и в особенности США, взялись за разработку оружия, которое даже в 21 веке кажется фантастикой. Это воздействие на ионосферу, создание в этой атмосфере 50 километров от поверхности Земли, эти линзы, которые могут потоками световой и тепловой энергии выжигать, скажем, какие-то поверхности Земли. В сентябре 2012 года президент Ирана Махмуд Ахмадинижад обвинил врагов своей страны в использовании климатического оружия. Иранский лидер утверждал, что его противники с помощью специальных установок разгоняют дождевые облака. Страна изнывает от засухи. И всё-таки ни одно государство серьёзных ставок на климатическое оружие в реальных боевых условиях не делает. На него, если и рассчитывают, то скорее как на диверсионное. Огромные средства страны вкладывают в электронные технологии. Так может быть, нас ожидают кибервойны? В настоящее время очень сильно развиты и хакерские службы. Но вот что позволяют они сделать? Они, например, позволяют отключить водоснабжение в городе. А что значит отключить водоснабжение? Значит, не будет работать канализация. Всё больший вес приобретает точечное оружие. В США такие виды вооружений создаёт оборонное агентство перспективных технологий DARPA. Его разработки способны в сжатые сроки уничтожить все наши баллистические ракеты ещё до запуска, тем самым предрешив исход военных действий. Мы сейчас подходим, или точнее американцы подходят к созданию и принятию на вооружение гиперзвуковых аппаратов, которые перемещаются в околокосмическом пространстве, то есть в верхних слоях атмосферы, со скоростью в 6-7 раз превосходящей скорость звука, и тем самым фактически на всё пространство планеты становится простреливаемым в реал-тайм времени. В августе 2013-го Москву посетил британец Найджел Эйглунд, больше известный в мире как первый живой терминатор. Найджел – обладатель первой в истории человечества бионической руки. Его визит в Россию вызвал неоднозначную реакцию в прессе. Кое-кто посчитал, что такая рука – это первый шаг к созданию ещё одного вида вооружения – бионических солдат. Конечно, полностью роботизированная армия, она имеет абсолютное преимущество перед армией, где хотя бы какой-то элемент зависит от людей. Но главным образом потому, что она мало чувствительна к потере. Ни для кого не секрет, что разработками киборгов давно занимаются Япония, США, Англия. И, судя по визиту британца-терминатора в Москву, в создании роботов заинтересован и Кремль. Холодная война закончилась. Однако державы ещё активнее соревнуются в создании принципиально новых боевых систем. Так что же перевесит? Климатическое оружие, роботы-беспилотники, смертоносные бактерии или, быть может, армия бионических солдат? И какая страна в итоге дойдёт до финала?